Выращивание дыни в теплице на Урале Выращивание дыни в теплице на Урале – несложное занятие. Конечно, понадобится тепло, яркое освещение, но создать необходимую атмосферу в парнике не составит труда. Главные условия для получения богатого урожая – правильная подготовка почвы, стабильная температура и регулярный полив. Подготовка парника При посадке бахчевой культуры в парник особое внимание придется уделять почве. Она должна быть теплой, с достаточным уровнем кислотности. Обратите внимание, кислотность проверяется при помощи лакмусовой бумаги. Полоска лакмуса должна окраситься в синий цвет. Перед тем, как начать выращивание, грунт требуется тщательно увлажнить и удобрить. Можно использовать суперфосфат, компост, свежий навоз. Их нужно равномерно распределить по поверхности почвы после лопаты перекопать грунт. Поливать его нужно из расчета 5-10 литров на 1 квадратный метр. Дыня в парнике обязательно должен быть обогрев. На созревание плодов погубно влияет затхлый воздух, поэтому теплицу следует часто нааккуратно проветривать. Поливать подрастающую дыню рекомендуется капельным методом только после полного высыхания верхнего слоя грунта. Еще до посадки дыни нужно подготовить опоры. Подойдут обычные палачки длиной 0,5-1 метр, которые будут поддерживать плоды. В помещении обязательно должно быть установлено необходимое освещение. Минимальный уровень освещенности для нормального роста дыни должен составлять 6-7 килолюксов. Этот уровень измеряется специальным прибором «Луксметром». Обратите внимание, обращаться с рассадой нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить нежные ростки. Как вырастить дыни в теплице на Урале? Для посадки растения необходим высокий парник, желательно из поликарбоната. Он лучше подойдет для выращивания данной культуры. Его высота должна быть не меньше 2 метров. Для начала следует подготовить почву к посадке. Удобрить, используя фосфорные и азотные добавки. Подойдет навоз либо перегной. Такие удобрения вносятся в землю при перекопке. Фосфорные и азотные средства разводят с водой в соотношении 100 грамм – 10 литров. Разрыхлить до мягкого пористого состояния. Перед посадкой снять верхний слой, удобрить, добавить сено, навоз. Затем тщательно пролить горячей водой 10 литров на одном квадратном метре. Вернуть снятый слой на прежнее место, плотно закрыв темной материей или пленкой для прогревания. Семена нужно проверить на всхожесть, используя раствор поваренной соли. На стакан воды добавить 1 чайную ложку соли, опустить в раствор посадочный материал. Семена, которые сядут на дно, можно использовать для посадки. Всплывшие растения будут, их стоит выбросить. Перед высадкой их рекомендуется опустить в тару сборной кислотой примерно на 11-12 часов, либо положить в горячую воду плюс 60 градусов Цельсия на 5-6 минут после вынуть и выдержать на марле в течение 3 дней. Семена дыни высаживать рассаду в землю рекомендуется с 9 по 25 апреля. В теплице семена сажают в ряд на расстоянии 55-60 сантиметров. В одной ямке можно посадить до двух растений. Как вырастить дыню на Урале в открытом грунте? При посадке растения в открытый грунт подготовку следует начать с осени. В начале сентября почву требуется перекопать на среднюю глубину, на штык лопаты. После потребуется внести в землю удобрение, например перегной. На одном квадратном метре его потребуется 4 килограмма. Если почва глинистая, нужно внести речной песок из расчета половины ведра на квадратный метр. Далее процесс почти ничем не отличается от выращивания в теплице. Лучшие сорта для посадки на Урале. Выбирая сорт для посадки, следует учитывать время созревания. Это важно, потому что на Урале безморозная пора составляет всего 80-90 дней. Стоит отдать предпочтение сортам с массой и плодов не более 2-3 килограмма. Крупные дыни просто не успеют вызреть. Дыни лучшие тепличные сорта для посадки киянка. Плод овальной формы массой 2-3 килограмма. Мякоть сладкая, устойчив к орневой гнили. Титовка. Масса от 1 до 3 килограмм. Мякоть сладкая, без волокон. Плод устойчив к тле. Лада. Масса 1,3-1,5 килограмма. Созревание через 80 дней. Устойчив мучнистый рассе антракнозу. Дум на F1. Масса от 2,5 до 3 килограмм. Плод сладкий, сочный, устойчив к фузариозу. При правильном выращивании и соблюдении всех рекомендаций можно получить вкусную и сочную дыню даже в теплице. Разумно выбрав сорт, произведя культивирование, обработав семена, можно рассчитывать на отличный урожай. Калератинг.